Всем привет! Продолжаем работать по нашему LP. Сегодня будем продолжать диагностировать работу сети. У нас будет маленькое видео про контроль над скоростью работы в интернете вообще. После чего мы будем уже говорить о том, как дебажить в принципе сетевые проблемы между какими-то устройствами. Сразу скажу небольшое отступление, не пугайтесь. Я по субботам стал разбирать все комментарии, которые накопились за последний год. И если вы вдруг увидите то, что я вам ответил на то, что вы спросили 9 месяцев назад, это нормально. А то как-то вы много спрашиваете. Я в свое время не отвечал, но если раз в неделю это делать, я думаю, я смогу на все ответить. Одна из таких наиболее частых проблем у нас это скорость работы по сети. Что-то у нас висит, тормозит и мы не можем понять в чем дело. Очень редко это проблема с поставщиком услуг. Сейчас провайдеры у нас более-менее стали адекватные. Чаще всего это проблема настроек конкретно данной машины или может быть настроек какого-то промежуточного сетевого оборудования. Тем не менее, иногда нужно бывает замерить скорость доступа в интернет. Вот об этом мы сейчас быстренько проговорим, чтобы исключить такой момент. Значит, у нас существует куча различных вариантов построения сетей. Вот слева сверху у меня, например, обычная такая компьютерная сеть реальная, когда у нас есть компьютеры, ноутбуки, Wi-Fi, маршрутизаторы, какие-то серверы. И есть какое-то пограничное устройство. На картинке у нас это маршрутизатор обычный, это может быть прокси, сервер, все что угодно. Суть в том, что если мы хотим замерить скорость интернета, нам нужно, безусловно, взять сам канал интернета и мерить с его конца скорость. То есть в данном случае нам лучше выдернуть кабель из маршрутизатора или из прокси, воткнуть его в ноутбук и замерить там. По ряду причин такое бывает иногда невозможно, поэтому можно ночью или выходные просто отрубить всю сетку, удаленно или локально, и мерить исключительно с одной машины. Но, безусловно, чем меньше промежуточных узлов между вами и каналом интернета, тем лучше. Поэтому, если мы замеряем скорость интернета, еще раз скажем, мы берем прямо канал, который у нас приходит от провайдера, и меряем через устройство, в которое этот канал будет подключен непосредственно. Справа снизу у меня есть пример, когда у нас есть куча каких-то облачных провайдеров, тот же Selectel, например, или Amazon. Там у нас присутствует некий такой виртуальный шлюз, через который у нас все наши устройства получают интернет. Как правило, у нас с вами договором гарантируется скорость вот на наш кабинет, на наш проект. И поэтому, чтобы нам там корректно замерить интернет, нам тоже нужно желательно погасить все потребители, потому что мы там никак не сможем замерить скорость непосредственно со шлюза. Этот шлюз находится вне нашей зоны доступа, и мы не можем к нему подключиться, и канал интернета напрямую не можем воткнуть. Поэтому самым адекватным способом будет, наверное, погасить все потребители интернета, кроме одного, и пытаться замерить с него. Ну, то есть тут банальная такая вот достаточно задача убрать всех лишних получателей интернета, все промежуточные узлы, и мерить непосредственно канал. Так как я работаю на своей виртуальной машине, мы сейчас этого сделать не сможем. Тем не менее, посмотрим, какие у нас есть для этого инструменты. Если брать исторически, так у нас было куча различных способов замерить скорость интернета. Все они были не очень адекватные. Это всякие VGET, VPUT, IPERF, KURL и так далее. Далее. Самый распространенный способ был, это взять какой-то большой файлик и попробовать его скачать. Ну, тут, конечно, множество недостатков. Во-первых, вы неизвестно, откуда скачиваете, и нужно найти, конечно, по возможности ближайший к вам источник. Во-вторых, сервер, раздающий этот файл, на нем могут быть установлены свои лимиты, к нему может быть сейчас очень много подключений, и поэтому это будет тоже не слишком адекватным решением. Тем не менее, просто посмотрим, как мы это делали. Например, простым VGET мы посмотрим, но я знаю то, что VGET по умолчанию у меня будет пытаться все делать через IPv6, который у меня по умолчанию, опять же, включен. И для того, чтобы это сработало, мне нужно будет ему ключи дополнительные указывать, еще что-то заморачиваться. Я лучше просто отправлю единичку в процесс net IPv6, то есть выключу у нас вот IPv6, полная строчка есть, я в мануал ее вложу обязательно, и еще в одно место отправлю единичку. И теперь вы увидели, у меня VVConfig, вот мои IPv6 адреса, снова ввожу и в конфиг, и вижу то, что у меня остался только IPv4 адрес, и с ним у меня VGET по умолчанию будет работать. Я вообще не люблю IPv6 без необходимости использовать, поэтому мы с вами его сейчас просто отключили. И возьмем какое-нибудь зеркало CentOS, я уже взял ссылочку из CentOS.org, и запустим VGET, скачиваем образ CentOS наш. И вот я вижу то, что вот у меня есть какая-то скорость, вот она здесь справа скачет, 4,5, 3,5 и так далее. Причем это все сейчас, опять же, не очень адекватно, потому что помимо меня сейчас на моем Wi-Fi маршрутизаторе висит еще как минимум 6 устройств, и мы с вами видим то, что сейчас скорость приблизительно 3 Мбайта в секунду, то есть это у нас 3 умножить на 8, получается, ну, условно говоря, вот даже уже 4, ну, 30 Мбит показывает у меня скорость скачивания. Скорость отдачи мы сейчас вообще замерить никак не сможем, нам нужно что-то активно начать выкладывать в интернет, это еще сложнее. То есть мы видим сейчас, ну, скорость, условно, 30 Мбит. Тут нужно, конечно, не ошибаться в Мбитах-Мбитах. Остановлю этот бессмысленный процесс, и давайте обращусь к своему кабинету на сайте провайдера. У меня провайдер онлайн, как вы видите, я вижу то, что у меня тариф вот этот вот, 60 на скачивание, 30 на аплоуд, Мбит. То есть, как ни у него, мне сейчас показало в 2 раза меньше. Но опять же, вегеты, вепуты, айперфы, это все не оптимально для замерения скорости именно интернета. Как мы все уже давным-давно знаем, вдруг кто не знает, я покажу, есть у нас прекрасный спид-тест. Только он, конечно же, не ру, а просто спид-тест, спид-тест, вот он, нет.ру. Хорошая компания его делает, они молодцы, у них серверы сейчас есть по всему миру, и через него мы можем начать замерять скорость интернета. Тут уже используются более адекватные методы проверки, они уже, не знаю, какой сейчас используют протокол для замерения скорости, но они постоянно оптимизируются, у них куча различных серверов по миру, очень крупный проект, и мы можем прямо в нем начать замерять нашу скорость интернета. И вот у нас запустился счетчик, через браузер мы видим, он показывает, ну, 50 с чем-то, несмотря на то, что по договору у меня 60, но говорю, устройств висит сейчас много, я не стал заморачиваться и кабель подключать напрямую к этой машине, поэтому 50 меня, в принципе, устраивает на закачку, давайте посмотрим, сколько сейчас будет upload. По договору у меня 30, upload показывает, ну, вот, 25, 26, ну, прекрасно, меня, в принципе, это тоже устраивает. Так вот, это все удобно делать через браузер, а если у нас с вами консоль, то мы могли бы с вами напрячься. Но очень хорошо то, что один добрый человек написал нам питоновскую утилитку, которая использует как раз все вот эти механизмы спид-теста через командную строку. Это обычно питоновский скрипт. То есть мы просто гуглим спид-тест кли, вот я на него недавно заходил, и вот мы переходим на гитхаб, и в гитхабе вот этот вот самый и сивил прекрасно написал, расписал, как он что сделал, как этим всем пользоваться. Мы не будем с вами заморачиваться установкой этого модуля, мы просто скачаем вегетом и запустим этот инструмент в нашей консоль. Итак, я прям по его мануалу с гитхаба скачиваю его спид-тест кли. Вот он. Там можно посмотреть исходники, посмотреть, как именно он к чему обращается, чтобы вы знали, что на самом деле вы не даете доступ к своей системе, что он никакой доступ, никакой информации не получает, ничего не будет отправлять. Надо в любом случае, конечно, проверять, что вы скачиваете. Но я знаю то, что это нормальный парень. Так, мы с вами скачали спид-тест кли. Вот он. Ну и давайте сделаем его исполнительным. Скажем, change mode. Сделаем плюс x. Executable на спид-тест кли. И теперь мы можем этот спид-тест кли запустить. Я скажу ему .slash, потому что мы с вами должны указать путь к исполняемому файлу. Он у нас не находится среди тех директорий, в которых поиск исполняемых файлов идет по умолчанию. Мы с вами это давным-давно проходили. То есть в моей домашней папке не будет он по умолчанию ничего искать. Если я ему скажу спид-тест кли, он скажет, как он not found. Итак, я говорю ему таким образом. Спид-тест кли. И давайте, у него есть куча ключей. Опять же, на сайте они все описаны. Я не хочу получать много диагностической информации. Он покажет, куда он подключается, какой набор сервиров и так далее. Я сделаю ключ simple. И сейчас он все замерит. Это займет у него секунд, наверное, 20-30. И просто выведет нам результат. Точно так же, как это делал спид-тест в нашем браузере. И вот я вижу результат. То, что у меня есть 40 на download, 12 на upload, что тоже достаточно мало. Хочется посмотреть, давайте, без simple, что он делает. Происходит все то же самое. Он пингует все сервера, определяет, какой из серверов ему ближе всего находится, к нему ближе всего находится, и начинает замерять скорость. Мне кажется, ну, несколько замеров дадут нам какую-то среднюю адекватную скорость. И вот уже скорость у меня поднялась до полтинника, и upload тоже сейчас, скорее всего, поднимется. Возможно, у меня iPhone сейчас скачивает обновление или перестал их скачивать. Я понятия не имею, что происходит. Опять же, такая уже скорость для меня считается приемлемой. И я понимаю, что если у меня что-то тормозит, я не знаю, если у меня есть какие-то серверы, и люди жалуются, что с них не могут что-то скачать, или, может быть, у меня игрушка какая-то тормозит, или, может быть, вообще что-то медленно работает для полиции извне, я замеряю скорость интернета для этой машины или пограничную скорость интернета. И прежде всего убеждаюсь в том, что с ней все в порядке. Если с ней все в порядке, а все продолжают жаловаться на тормоза, тут-то нам и как раз пора будет диагностировать сети. Нашу реальную сеть или виртуальную сеть. Но этим мы займемся на следующем, в следующем видео. Итак, мы с вами обсудили то, что раньше было очень много способов замерения скорости, самый частый из которых был попытка скачать что-то из интернета тяжелое. Но у нас уже несколько лет существует прекрасный проект Speedtest, к которому мы можем обращаться не только через браузер, через приложение на телефоне, но еще и прямо с консольки, потому что замечательный мужчина написал для нас питоновский скрипт, который все это за нас сделает. Если мы убеждаемся, что скорость интернета у нас адекватная, равна заявленной, или мы просто видим то, что с этой скоростью интернета все должно прекрасно работать, мы начинаем копаться дальше и возимся уже с нашим сетевым оборудованием и сетевыми настройками. Субтитры создавал DimaTorzok